всем привет youtube привет что же настал день сейчас будем машинку собирать то все перед этим сейчас еще мне я хочу здесь немножко крылышки полирнуть здесь здесь вот здесь немножко потому что здесь зона ремонта есть вот чуть под аккуратить ну и потом будем бампера вот капот вот накладочку на фару собирать ну и опять уже она тут застоялась вчера как чуть по чуть тут вот прибрались ратор и помыли все на место поставили не забыли вот обращаю внимание иногда когда моют вот воздуховод его конечно же надо давать надо не забывать отсюда доставать заложку потому что машинять будет нечем я просто к тому что было такое ребята мыли потом не могли водили машина себя плохо чувствовал а потом находили были так что надо не забывать ну ладно что сейчас пару крылышка вот этих перед полирнуть еще и потом продолжим съемку как машинка будет собираться вот дошел и до левого крыла тут доедет никому ничего не надо просто слегка освежить и чуть-чуть говорится разогнать глянец по машине надо поэтому то что тут будут цепляться бампера чуть сюда надо зайти и там дальше тоже надо чуть-чуть это на пол крыла еще будет под залезть чтобы глянец был тут я конечно не знаю тут это рем зона скучновато и она посмотрим лучше полирнулась потом тряпкой будем вытирать цвет волшебная а пока что сейчас начнем сборку новый красивый бампер только что с завода взяться страшно за него какой красивый подержаться можно спасибо я очень нужно вот два старших научных сотрудника и я собираем потихоньку держу да держу все вот он наш бампер а вот так на нас было вот но и пир новые номера обалдеть а то машина становится новой какая-то а сейчас следующий вот он красивый бампер новый не это видавшая да пожалуйста какая красота до крыса еще то крыса то чулуфан даже вот отпечатки пальцев раз еще муха не сидела и комар нас не точек вот так красиво а новые бампера новые и машина новая муха теперь начинается зеркало откладочки тоже накладочка новая только что бегала олег ставит все у не отражая в зеркале обалдеть такое вот красивое теперь зеркало будет куда мы денемся и куда она денется все станет все красота чуть-чуть офис она свое место взяла по идее нормально но нормально решили немножко подреставрировать попытаться этот зуб сломать вот наклеили его космофеном клеем и решит него воткнуть какую-то пружинку или что-то поставить чтобы отжалась то есть не то чтоб держалась чтоб он работал он пружинил сейчас вырежем мы из пластика что делать если нет возможности купить вот решили такой пластик он продается не всем продается но нам продали маленький кусочек мы сейчас не попробуем вот этот херню сморозить и господи но менять не стали до менять не стали хотим хотим хоть как-то этот зуб чтоб он держался чтоб он давил чтоб здесь бампер в этом месте не кочевряжился по хорошему конечно вот точку поменять и все было бы красиво да но к сожалению да поскольку нет возможности такой вот пытаемся колхозить это дело в данном случае мы пользуемся вот таким космофер он нас выручит ну что там получается получается вот такая красивая вставка с зубом но он за разами все равно не хочет держаться вот приходится людям мучиться хотя они ломали хотя им это не надо этим да да но все равно из нас же сделать держалась вот он капот наш блястит как кто-то и как как у кота глаза глаза блестит ночью все ровно все чики кваки да обалдеть еще одна новая деталь на машине первая примерочка капотик цвета не видно на только то что лак блестит идея с капотом разобрались теперь идет сборка кампера на нем тут много всякого навесного вот в час туман очки там жесткости потом омывать пар ну и так далее тут есть еще над чем поработать вот а тут вот смотришь красота и не за что глазу зацепиться на своих местах и катафотики и не катафотики все на месте вот тоже вот зеркальце стоит накладка новая красивая остался бампер номера ходил ходил вокруг машины смотрел и высмотрел сейчас сделать надо маленькая конечно но я ее могу сделать сейчас заклеим все и сделаем вот так вот атласом сейчас дрым дрым и наверх ура маленькая ямочка стала маленькая шишечка сейчас ее забиваем все и красота вот только тут чуть полиролик его еще не раз это остался маленький маленький стрижок еще чуть-чуть призабить я просто показать десерный один раз так вот тут по ходу пьеса опять же вот здесь расскажи что за проблемой решили крыло на котором держится держатель бампер чуть-чуть согнуто именно тот язычок и вот он не на месте вот он креснута и клепка для этого мы чуть чуть-чуть выше просверлим дырочек ставим вот такую маленькую клепочку и все и все которое будет держать у нас ее на месте и угол бампера будет вровень с крылом вот так чтобы было красиво приметившись как-то помолясь вот так это все выглядит вот так это все выглядит дрым держится а куда же он денется ни хрена не держится не? не хочет? не почему? ну потому что вот осталось вот первый раз неудачно сейчас высверляем ее и берем большего размера большего размера в данном случае большего это длиншего вот такую по длине она просто не достала да да второй раз следующий заход угу теперь у нас все получится должно да куда оно денется пластырь нормальный дать? на палец? да только что нанизали уже все уже все пройдено ну что такое-то у нас не проходит? не ходит? да ну надо говорить что не так с людьми бампер удаленный поведенный? крыло здесь скажи его и крепление крепление она болтается она болтается она там большие такие эти стоят заклепки вот и слава богу что досмотрелся человек что там на заклепке она болтается следующая заклепка и зазор выбрался и все нормально ну все будет висеть должен и блестеть и все будет хорошо и будет зазорчик это не красиво опять же есть возможность сделать вот и пожалуйста вот я даже отсюда вижу что все как влитой и что самое интересное никому не надо саморезы сюда втыкать гнилые забыло им отдать да это на память отдадим хозяевам лишнюю запчасть отдадим вот теперь все четко все красиво зазорчик стоит потому что там притягивает звук не конечно чуть-чуть вот выступает понятно тут на полмиллиметра тут же в микронах никто не меряет а так все красиво и хорошо об этом как говорится и речь была вот предыдущие автоумельцы вот 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 все это было ну и самое интересное что вот эта рука так и не решала этот вопрос все равно даже предыдущее видео просмотр можно посмотреть все равно вот здесь вот все торчало прям лично торчало так что вот этот можно на память подарить людям кто-то старался мастера делал не сообразил что надо было сделать так что вот так ну тут с бампером вопрос вот решенный видно да да теперь осталось еще тут некоторый ливер подвесить вот мордочка выглядит как новая все сияет крылья он сияет капот сейчас закроем сияет хоть номера даже не вешай как на новой номеру ну так нельзя конечно ну вот ездить вот еще омывачку надо налить все конечно богато красиво вот и осталось еще что нам вот эти вот заглушечки заглушки чуть повесить на омывайку и прикрутить лючок чок-чок вот 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 ставится чуть-чуть неправилась шагрин типа большая вот типа большая да типа большая вот решили немножко подзбить ее вот тут сборка идет тут уже пучок стоит а этот еще на умыватель вот ставится пока о красота кры а до этого они были приклеены прокрашены были вот так вот вместе я его еле открыл не могу понять почему открывается а там краска вот так вот и лак ну теперь шагрин нет и шо там вот осталось нам ручок еще повесить вот осталось нам ручок еще повесить или что-то тоже протереть оттирается от бензина наверное еще то тоже ну мутное крыло конечно да но во всяком случае полировка это лечится вот вот полировкой поэтому особо не страшно ну вот да да лечок весь на месте все нормально все хорошо так теперь у нас остается 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 вот сейчас шагрин подправить вот такая большая модная машина и на глазах прям красота становится теперь такая как надо это первый номер у нас тут еще свежий полироваться будет превосходно вот капот наш вот она крылышко с капотом вот и вот она крыша она крыши дорогая ну и полировать потому что состояние просто мягко говоря удручает хотя вот она чистая вот я рукой вожу как бы она чистая но тем не менее здесь как в паутинке в рисочке и так далее и везде туда не тьмусь вот такая замытая замызганная поверхность ну за машинкой надо наживать а сама она такой красивой не будет посмотрим допустим до сравнения вот подполированная поверхность разница видна да или опять же вот посмотреть глянец вот и посмотреть глянец вот ну или вот вот вторым номером прошелим а потом третьим и третьим могуай раз и синий вообще красота и синий и синий и синий и синий залезет немножко на крыло но тут надо быть аккуратным потому что вот виден скол от камня тут явно ну или от удара вот они тоже как бы как бы что тут делать за мусоринка тут увидел нашел не переживай ну да ну сейчас залезет чуть на крылышко все так заблестит тут уже крылышко проходило вот вот третий номер макгуайр красивая мод палит в роль хорошо да пахнет тоже можно на этот на бутерброд намазать да вон так вот да и зажорчики нормальные блесит все не все отлично вот 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 получается тут на крылышке заход чтобы освежить вот и так будет подуваться и так и так вот и так вот и так вот эти вещи затамповать потому что ну некрасиво понятно что будет замерзать хотя там полосит он не так в глаза будет бросаться вот хоть номера не стал она активе без номера прям ну и совсем машин и в автосалоне сейчас дрым заново до новая без пробега без пробега порос вот и последним но нашей программы им под финиш но это здесь имеется ввиду по передку вот вешается номера тоже но красивые полировать их не будем потому что они новые на тоже новые вот так и сзади вопросик по бамперу повернуться и чуть зайти на крылья то же самое шаг ровно смотрелось все на крылья то же самое заход тут ровно пустила красиво но уже я вот видя вот а пока что матовая а Первым номером здесь пройти, потому что здесь ужасно. Получше стало, потому что тут вообще не пиво, особенно вот этот уголок был. Чуть больше видео получается полировки посвящено. Олег, чуть сюда залез, если можно. Вот тут вообще она мутная. Сейчас мутно, как тут ее отлезет. Вот так. Тут идет удорожание. Удорожание, да. Но за это удорожание никто не вам ничего не заплатит. Можно, как говорится, не говорить об этом, об удорожании, а думать об удешевлении. Вот шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки. Вот так вот все красиво, модно и блястит. Вот когда вот такая машина наполированная вся, на ней жалко даже на улицу уезжать. Просто каких это все трудов стоит, чтобы она вот была красивая и нежная. А потом она превращается со временем уличного хранения вот в такую вот. На которую, честно говоря, надо даже смотреть. Надо ее приводить в машинку в паре. Сразу видно, что человек свое делает. Все вытирает, протирает. Ну вот, конечно, машина загорелся. Все красиво, все модно. Все блестит. И номера новые, и бампера новые. В общем, пол машины новые. Номера под бампера. Да, номера под бампера. Вот. Капот. Тут. Как глаза у кота блестит. Да, вы видите, чтобы она пленочкой заклеила вообще. И пусть тогда где-то на 5 ей хватит. Да. Обычно, да. Потому что мы так советуем людям. Все правильно, да. Продлить жизнь чуть-чуть. Да, она такая нарядная, чуть подольше. Вот крышу проходим чуть, да. Потому что крыша в ужасном состоянии. Очень просто. Друзья. 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 Вот, начинает такой фон очки ближе. Вот смотрим, примерно солированная, не полированная. Полированная. подкрасить чуть болтики кто понимает тут поймет что они подкрашены кто не понимает и не поймет тому и не надо да ну как бы чуть-чуть красочки он там и вот здесь еще на фаре один тычок олег а где ты еще видел там на крыле внизу крыло фара бампер вот в этом месте но это я нашел вот она вот она это место это скул тоже его чуть-чуть но она вот франт отдыхает нервно курит сумки так вот сейчас пыль и дождь всего так выравняется как все под капотом и будет аккуратно но опять же это мы просто вот 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 так вторая сторона опять же полировальник уже бедный там аж подустал чуть-чуть он забился сразу потому что тут чего только нету крыши ну я попросу их уводить чуть пройдись какая-то нас тут вообще март подформигруйтесь да ужасно просто состояние жалко машинка не ошибилась спасибо у нас хоть как-то все красиво все красиво красота а вот он наш полировальный бедный он устал от этой крыши прям бедолага и вот терьмы чистить блестить надо ну чуть заблестелось страшно смотреть но это опять же страшно тому кто понимает а кто не понимает он пройдет мимо и ничего не заметит и ничего не оценит вот как обычно говорят там машина не блестит надо поля да я на мойке помоется она потом блестится краски все нормально да и никаких проблем нету на самом деле после полировки и фонарики и бампер тут и все под заблестела номера и сразу ухоженный у машины вид вот когда все но и все красивое без сколов без задиров туда не посмотрела отрадует да кстати парктроники все тоже работают он видно контакта на вот не было вот этот парктроник не работал а может его предыдущий когда собирали мастера просто не было ну факт тот что сейчас работает все троники все работают и все работает все как бы хорошую ну тут не ухоженный вид такой стал от вашей волшебной полировки и покраски фонари светятся светится осталось еще это резину на бриолини шапана черная и вообще будет красота и уже можно на рынок да в таком виде после такой подготовки обычно машину на рынок гонят и она такая красивая не битая улез про кида уходит карачка я песню вот или еще куда-нибудь вот вот анти финишный слой но заблит защита блеска от чего от кого его защищать никто не знает но делает это наверно от ультрафиолета чтобы она не загорала нас да 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 тут анти голограмм как раз актуально особенно на крыше это актуально не ну капот конечно шедевр я не получил каранец основы и все да и капот и вся работа как бы проделана максима по-возможному те постарались насколько это что-то уже этот вопрос не ценнее а вопрос в том что нам самим как бы хочется сделать работу чтобы нам нравилось чтобы было приятно этот вопрос нигде не потому что если бы в деньгах тут уже просто собрали бы и отдали никто бы ничего не делал не выполировывал тут я еще не выделывал не подкрасывал так что вот так всего на этом наверно финиш все на местах стежек вот делать пока что не вот это фигня сделано блин а я верху вниз новым бампером да чтоб красиво было это чуть полезно да она просто матовая тут вся эта фигня вот я еще раз повторюсь только люди любящие свою работу так делать блин а то есть отлично у нас картером ну да вот или что вторым номером пройти потому что тут она под уставшая поверхность ну а ну-ка здесь Да, не битая, не крашеная и бега по Японии. Вот, красота. Причем красота рукотворная. Вот, все блестит. Все, да.